здравствуйте ребята сегодня у меня опять очередная дегустация моего вина как раз подошло время перелива и вот это остатки вот перелива вина которое переливал значит одно зинфандел другое каберне савиньон и белое тоже специальное вино получилось шардоне шардоне было сделано на дубовых на дубовой щепе он поэтому такой цвет у него интересный получился ну вот и остальное у меня здесь это хамон оливки и пармезан сырок будем закусывать думаю что дегустация обычно начинается с белых вин а потом уже переходим к красным первое у нас будет шардоне посмотрим какой у него цвет какой запах хотя тут мне сказали говорит запах нельзя говорить надо говорить что это арома ну не знаю для меня что запах что арома она все равно одинаково главное шубина было хорошее вот ребята смотрите какой цвет интересный получился очень интересный цвет необычный у меня там есть шардоне одно стоит без щепы дубовой а это вот с дубовой щепой и придало такого такой более такой темный цвет то такое как янтарное золотистое а здесь получилось немножко так это темнее запах опять говорю запах ну очень приятный такой запах пахнет очень хорошо даже вот обычно я не чувствую таких запахов но чувствуется как мед какой-то вот это наверное вот дубовая щепа дает этот запах ну сейчас попробуем да чувствуется что дубовая щепа такое впечатление как будто бы даже вот она в бочке простоялось но я сейчас экспериментирую то первый мой мой эксперимент насчет дуба я до этого вот никогда злом не экспериментировал а тут я решил со щепой потому что с бочками возиться не хочется и решил попробовать так и скажу что эксперимент удался неплохо но вот так идет приятненько сейчас второй как говорится надо второй раз тоже пробовать бывает что меняет даже свой вкус очень удачная шардоне получилось в этом году очень удачная хотя я уже говорил предыдущих что шардоне я до этого не делал этот у меня первый раз шардоне я сделал потому что у меня были молодые кусты сейчас им уже этим кустам где-то даже можно сказать около четырех лет уже и они дали хороший урожай и вот получилось я сделал у меня шардоне получилось где-то ну на литров 10 сейчас немножко уже меньше но уже подошло все уже вот три месяца прошло сейчас пробуем но это остатки сказал она будет у меня стоять еще до весны и там потом будем разливать ну вот попробовали белая шардоне хотя она конечно не совсем белая что хочу еще сказать что вот это шардоне было сделано по красному методу ферментация была где-то около восьми дней на корочки на кожице и ферментация когда закончилась все я выжал все и поставил под под воздушный затвор вот он там стоял следующее вино будет каберне савиньон тут конечно вот этот ближе даже посмотрите какой цвет она вообще очень такое густое насыщенное аромат очень хороший ну сразу чувствуется каберне каберне она всегда чувствуется что это именно каберне другие вина так не пахнут как каберне запах тоже запах аромат 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 очень очень хороший попробуем да получилось очень много танинов она у меня стояла где-то восемь восемь девять дней даже так у меня получилось тоже настаивалась она вместе с кожицей с косточками и даже на некоторых я оставлял и гребни были даже гребни я скажу ребята что я до этого гребни никогда не оставлял это мой первый эксперимент когда оставил где-то процентов 30 гребней они у меня ферментировать вместе с виноградом и пускай мне кто угодно говорит что это портит вино или нет я скажу это наоборот придало какой-то своеобразный вкус и все потому что концу восьмого или девятого дня эти гребни они вообще превратились вот такие вот немножко такие как палочки сухие они полностью ферментировались вместе соком винограда и вместе с косточками вместе с кожицей потом я уже там когда выжимал бросал все в пресс и так вот получился и скажу что очень очень ароматное вино очень да каберне конечно очень очень хороший виноград с которого можно делать прекрасное вино как говорится каберне никогда не испортит вино если ты будешь делать и невозможно испортить но все время выходит хорошие я занимаюсь каберне уже на четвертый год обычно я до этого с ними очень так занимался вот это вот четвертый год ты все четыре года но прекрасно и каждый год дает немножечко разные вкусы вот в этом году тоже своеобразный вкус совсем сейчас закушу пармезана пармезан с черным перцем очень очень вкусный даже пармезан не очень сухой получается даже ночко влажноватый такой пармезан оливки и хамон испанский разный разный вкус разный аромат такой очень оливки вот я пробую сейчас с оливками рекомендую ребята попробуйте с оливками оливки придают очень такой своеобразный вкус при дегустации. Очень-очень хорошее вино. Ну, перейдем к следующему. Следующее вино Зинфандел. Ну, он называется еще Примитива у итальянцев. Название трансформировалось, когда он был привезен в Америку, хотя говорят, это совсем другое, Зинфандел это не Примитива. Я скажу, что Зинфандел это виноград, который был привезен с Италии в Америку и трансформировал свое название. С Примитива он стал Зинфанделом. Хотя этот виноград, он, собственно, не итальянский. Его подноготное, и его обычно, его, получается, тоже привезли в Италию. И было это с бывшей Югославии. То ли это было с Хорватии, то ли это было со Словени, ну, в общем, с Балкан его привезли в Италию, и итальянцы уже им занимались. Вот, посмотрите, как цвет отличается. Он намного светлее, намного светлее, чем Кабарне. Намного светлее, хотя они фермертировались, он фермертировался тоже где-то около 8-9 дней одновременно все. И запах, не запах, а аромат у него слабее, чем у Кабарне. Но своеобразный. Немножко даже, вот я чувствую, сейчас какой-то как табак немножко есть. Ну, не совсем. Ну, посмотрите, какой красивый цвет. Очень красивый. Ну, оригинально, оригинально. Сейчас вот попробуем. Вкус еще немножечко горчит. Это говорит о том, что оно еще должно простоять. В бутылке, может быть, где-то месяца 3-4. Немножечко горчинка есть такая. Но не то, что там неприятное. А пить вино можно, оно неплохое. Вот я сейчас попробовал хамон. Он очень подходит к этому вину. Такая, как изюминка такой, приятный такой. Получается вкус. Это горчинка, как будто как перчик. И хамон. И хамон, но прелесть. Ну, попробуем еще раз. А вот сейчас я даже почувствовал, что тоже танины есть здесь. Небольшие, но танины есть. Так же, как и в Каберне. И такие неплохие. Ну, послевкусие такое, очень хорошее. Прелесть. Сейчас еще попробую с пармезаном. Как он среагирует с зинфанделом. Начинаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Д転ко. Очень вкусно, очень вкусно, ребята Ну вот на этой ноте, ребята Буду заканчивать свою дегустацию Следующая дегустация, наверное, будет уже в конце весны Потому что уже больше переливать ничего не надо Сейчас уже все стоит под, как говорится, гидрозатвором Как буду переливать, закрывать бутылки, все, тоже запишу Будет кому-то интересно все, как это делается Процесс очень интересный, все И будет все выставлено для вас опять на обозрение А теперь хочу персональный привет передать Моему другу из солнечной Литвы Арвидусу Богачонкас Привет из солнечной Калифорнии И еще хочу передать большой привет Владимиру Зеленскому Мы с тобой, слава Украине До скорых встреч До свидания